Мудрость приходит тогда, когда мы встречаемся с какими-то сложностями. Сила приходит тогда, когда мы встречаемся с какими-то сложностями. Но откуда ей взяться, друзья мои? Чтобы стать сильным, штангу надо тянуть, гантели поднимать. И вот взаимодействуя с ними, сила входит в наше тело. Когда мы хотим, чтобы не было плохих дней, ну, послушайте, тогда не будет хорошего нас. Разгадывай те самые загадки, которые порой жизнь перед нами ставит. Где-то в грусти, где-то в одиночестве. Мы обретаем силу, знания, мудрость и жизненный опыт. По-моему, это прекрасно. Развивайся по трем фронтам. Первое – духовно. Второе – интеллектуально. И третье – физически. Каждый божий день, по чуть-чуть. Но завтра ты должен быть лучше, чем вчера. Результат гарантирован. Результат гарантирован. О своих планах никому никогда не рассказывайте. Ну, нежелательно. О своих успехах, достижениях промолчи. Не нужно об этом каждому знать. Понимаете, люди не настолько сильны, чтобы спокойно переносить чужой успех. Самый лучший, притом самый такой мягкий, знаете, более-менее ответ на провокацию, я тебя понял. Хорошо. Это твое мнение. Все. Если человек дальше начинает вам навязывать свою позицию, пытаться объяснить, что нет, там, значит, вот так, не ведитесь никогда на провокацию. Лентяй. Ну, правда, лентяй. Не могу вот уделить себе полчаса в день. Раз в неделю, два раза в неделю получается. Но хотелось быть чаще. Ведь я уже говорил, 15-20 минут. Каждый день чтения – это через месяц две книжки. Ну, хорошо. Одна толстая книжка – точно. Все мы прекрасно знаем эту цифру. 21 день. Ведь потерпите 21 день, когда вы хотите внедрить что-то в свою жизнь. И вот здесь вот открываются новые нейронные пути. Наш мозг уже не может без этого. Но и в конце стоит признать, вот это – это наша память. Это наша речь. Это наши манеры поведения. Это наша культура. Это наши повадки. Будет глупо, если вы будете со мной спорить. Почему мы сегодня не руководствуемся тем, что мат, ругань, сквернословие, брань, вот эта вот грязь, она прямым образом влияет на наше ДНК. Она прямым образом разрушает нашу систему. Психика уже не в норме. Вы понимаете? Все, что мы говорим, это формирует нас как личность. Какой бы вы ни были национальности, на каком бы языке вы ни говорили. Я в русскоязычной стране. Я в том городе, где 97% людей говорят по-русски. Ну давайте честно, русский язык, он богатый. Конечно, не такой богатый, как арабский, английский и так далее и тому подобное. Но тем не менее, тем не менее, ну почему, когда мы разговариваем, пытаемся выразить какие-то эмоции, мы используем женские, мужские половые органы и склоняем их в том или ином падеже, в зависимости от того, что хотим сказать. Ну это отвратительно, это ужасно, но я вас спрошу, прекращайте, пожалуйста, это ни к чему хорошему не привезет. Ну в конце концов, дети на нас смотрят. Ну как минимум, это человек, которого не уважают, его могут притеснять, она не считается с его мнением. Вообще, в принципе, она плевать хотела, что он говорит. Представляете? Он стелется перед ней, как тряпка, самая настоящая. Но что произошло сегодня? Сегодня называют подкаблучником мужчин, который уважает ее, который ее ценит, оберегает, проявляет заботу, любовь, внимание, ласку. Ребята, это сильная личность, это зрелая личность. Вот те мужчины, о которых я сказал во второй части своего видеоролика. Но ребята с комплексами меня сейчас не поймут. Ребята, у которых проблема с самооценкой, меня не поймут. Мальчики, они меня не поймут. Ну давайте честно. Наверняка хотя бы один раз в жизни вы задавались вопросом, интересно, а почему я себя так повел в той или иной ситуации? Или, блин, непонятно, откуда у меня взялось это слово? Я же так никогда не разговаривал. Но если вы мне скажете, что этого никогда не было, вы меня обманете. Вообще, в принципе, психология человека как таковое, это очень интересное и увлекательное путешествие. Сейчас не об этом. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Классика жанра. Не правда ли? Сколько раз мы слышали это выражение? Да сотни раз. Вопрос в другом. Сколько раз мы придавали должное значение этому выражению? Когда вы хотите поменять себя, избавиться от тех или иных привычек, вам что-то не нравится в себе, задайте один вопрос. Кто рядом со мной? Нужные ли люди рядом со мной? Влияют ли эти люди благоприятны мне? Я понимаю, это не совсем удобные вопросы. Где будут не совсем удобные ответы? Легко не будет. Даже не думайте. Смотрите, сколько сегодня болезней появилось. Панические атаки. Мне тяжело находиться самим собой. Что только они придумывают люди. А каким образом они пытаются это заглушить? Просмотре фильмов, прослушивание музыки, встречи с друзьями. Да что бы то ни было. Вам противно находиться в собственном я. Вам ужасен и отвратителен собственный голос. Пусть не каждому из вас, но поверьте мне, это сплошь и рядом. Безусловно, сегодня огромное количество терапии, психологов, психотерапевтов, разные пилюли вам дадут попробовать и так далее. Никаких сомнений. Это есть, это факт, я не буду с этим спорить. Попробуйте находиться рядом с собой. Каждый день, 10-15 минут в тишине. Задайте себе вопрос, что вы хотите, что вы не хотите. Что вам нравится, что вам не нравится. Каким вы себя видите через 5-7 лет. Каким вы себя видите через год. Попробуйте. Не попробуйте, не узнаете. Я хочу пожелать вам удачи и терпения. Интересные такие. Говорят, счастье не в деньгах. Но если я сейчас дам миллион долларов каждому из них, они что, не будут счастливы? Конечно будут, но я не об этом. Когда мы говорим про счастье, мы немножко неправильно понимаем, о чем идет речь. Что мало миллионеров, которые покончили жизнь самоубийством. Или миллиардеров, которые сидят со стаканом в руках. Нет. Мы ищем успокоение сердца. Мы ищем умиротворение души. Вот спросите меня, что это такое. Я отвечу. Это правильное отношение с Господом Богом. Именно, друзья мои. Кому-то нравится, кому-то не нравится, что я сейчас говорю. Извините. Я здесь не ради этого. Если я спрошу вас. В чем заключается ваше успокоение сердца? Что для вас умиротворение души? Спокойно ли вы сегодня? В той или иной ситуации? Как бы жизнь не повернулась? Какие бы сюрпризы она не предоставила? Вы говорите? Случилось. Значит, слава Богу. Так должно было быть. Девочки, полуголые, зачем вы так одеваетесь? Я уже представляю, что будет в комментариях. Ну правда? Вот на что ты рассчитываешь? Давайте на ты. На что ты рассчитываешь? О чем ты думаешь? Я не знаю. Чем ты руководствуешься? Неужели ты думаешь, что он посмотрит на тебя, как на супругу? Неужели ты думаешь, что он посмотрит на тебя, как на мать, которая будет воспитывать его доченьку, его сына? Да ничего подобного. Нет. Пожалуйста. Вот эти вот сказки. У меня богатый внутренний мир. Главное, это душа. Мой гардероб, это я просто так самовыражаюсь. Я тебя прошу. Давай. Кому угодно, но не мне. В общем, до тех пор, пока ты вот так одеваешься, ты будешь привлекать лишь свою целевую аудиторию. А кто это, ну ты прекрасно знаешь, не мне тебе рассказывать. Вот просто вдумайтесь, пожалуйста. Он оставил собственного ребенка. О чем вы мне хотите здесь сказать? Какое оправдание вы найдете мне для него? А? Как можно доверить ему? Он может быть хорошим другом? Нет. Он может быть партнером по бизнесу, которому можно доверить что-то дорогое, бесценное, свою жизнь? Нет. Это предатель. Эти люди, они в принципе опасны для общества. Очередной мальчик в ее директе. Тебе понравилась какая-то девочка? Ну что ты ей строчишь целыми днями? Люблю, трамвай куплю, у нас все будет хорошо. Месяцами ты можешь ее мучить. Сука. Ну, подойди к отцу. Нету папы? Подойди к брату. Брата нет. Подойди к дяде. Скажи, вот так и так. Я испытывал к ней чувства. Хочу связать с ней свою жизнь. Все. Ты мужчина. За тебя должны говорить твои дела. А твое поведение знаешь, о чем говорит? О том, что ты такой же очередной мальчик в ее директе. А я тебе предлагаю быть мужчиной. Это совершенно разные вещи. Он весь такой идеальный. Он прям весь такой обходительный, внимательный. Даже местами бывает чересчур притерный. Будьте осторожны, пожалуйста. Нормальный мужик себя так не ведет. Мы просты. Что в общении, что в взаимодействии с вами. Да, он честный, он правдивый, он порядочный, он культурный, он нравственный. Но когда вот все прям так уси-пуси в самом начале, я даже не знаю. Будьте бдительны. Вот и все. Зачем вы рассказываете о прошлом? Подождите, зачем вообще вспоминать о нем? Вот было что-то, сколько бы не было лет назад, но что-то было, что-то происходило. Хорошо. Зачем вы эмоционально опять возвращаете себя туда? Ну для чего? Вы начали новую жизнь. У вас замечательный человек рядом. И надо сравнивать, и надо анализировать, и надо проводить параллели. Не надо. У вас новая жизнь. Подойдите к вопросу с точки зрения созидательной деятельности. Я не знаю. Нет. Вот. У вас новая жизнь. Начните писать эту книгу. Как это приятно наблюдать, когда они обходятся друг с другом таким образом, что это не может оставить равнодушность. Не важно, сколько лет они вместе. Год, два, пять, десять, пятнадцать не имеет значения. Сам факт вот этого. Она что-то сказала, он это заметил. Он что-то сделал в отношении нее. Она дала понять, что это увидело. Я хочу вам напомнить, что наши слова это ключи, а сердце это замок. Вот с помощью этих слов, с помощью этих ключей, тех самых. замок. Да, вы догадались. Любой замок можно открыть. Не скупитесь на мягкое, на доброе, на вежливое. Порой это бывает крайне необходимо. Она чья-то дочка, она чья-то внучка, у нее есть папа, мама, и она пришла к вам домой. Но вы об этом забываете. Для вас это прислуга, для вас какая-то собака, с ней можно обращаться как угодно. И что она говорит? Я свекровь, терпи, я тоже терпела. Потрясающе. Это что такое? Я спрашиваю вас. Разве этому учит та или иная религия? Вот когда твой ребенок, я про твоего сына, кого ты женила, будет несчастлив, ты не спрашивай его, что не так. Ты себя спроси. А ты все так делала? Я извиняюсь. А вы все так делали? Вы все делали должным образом в отношении нее? Он приходит домой, она грустная, она без настроения, ей ничего не хочется. Ну потому что психоэмоциональное равновесие ее расшатано, если не уничтожен от слова совсем. Опять из-за чего? Из-за вас. Это ужас. Я прошу вас, остановитесь, пока не поздно. Ради Бога. Но если вам больно, если вам обидно, почему не подойти, не сказать, послушай, ты сделал мне больно, мне неприятно, я думаю об этом, зачем молчать? Я, может быть, не совсем хорошо выражаюсь, где-то некрасноречиво, я просто хочу смысл до вас донести. Подойдите и скажите, слушай, мне больно, мне неприятно, я вон по сей день думаю об этом, а сколько времени прошло? Если это человек, который ценит вас, он всегда скажет слова, где будет присутствовать извини, прости, я не хотел сделать тебе больно. Зато вы сказали, вы не таили в себе, и это не превратилось в болезнь в вашем сердце. Психику поберегите свою, пожалуйста, нам еще жить и жить. Но самое главное, это любите, ребята. Любите, обнимайте, играйте, наслаждайтесь каждую минуту своей жизни, которую проводите со своей половинкой. Я не знаю, ты мужчина или ты женщина, ты меня смотришь, это не имеет значения. Главное, чтобы вы вот, вместе. Жизнь, она вот так и пройдет. А мы уделяем время непонятно чему. Когда рядом любимые нам, дорогие нам, люди, которые доверились нам. Вы хотите быть счастливыми? Ловите лайфхак. Работает как часики. Вот у нас сегодня восход солнца, смотрите, я знаю, видно, нет? Диск только появился. В 5.20, 5.25. Утренняя молитва, я мусульманин, она приходит где-то в 3.10, в 3.12, я точно не помню. Встаньте за час до восхода солнца, то есть в нашем случае начало 5-го, если мы в Краснодаре, в этом крае, и не надо ложить спать, я повторяю. Займите себя чем-то полезным, займите себя чем-то богоугодным. Не хотите? Хорошо. Займитесь самосовершенствованием, я выговорил. Займитесь тем, что будет приносить вам пользу. Не ложитесь спать. Не верите мне? Идите послушайте психологов, психотерапевтов, которые вам будут говорить про биологические часы, циркадные ритмы и как работает и устроена система планеты Земля. Они говорят, когда восход солнца, просыпайтесь и вы, и не ложитесь спать. Будете чувствовать себя более эффективными, более заряженными, и ваш день будет проходить продуктивно. Пользуйтесь. А если не пользуетесь, значит, вы лентя, ничего вы не хотите. Хватит сказки рассказать. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok